Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Мы оказываем услугу по дистанционным психологическим обследованиям в рамках действия приказа Минздрава Российской Федерации 749Н. И в этот приказ, черным по белому, написано в этом приказе, что необходимо провести обследование помимо медосмотров, необходимо провести обследование по четырем психофизиологическим методикам. А именно там перечисляются следующие методики. Это MMPI, Миннесотский многоаспектный личностный опросник, это PZMR, простая зрительно-моторная реакция, это CZMR, сложная зрительно-моторная реакция и RDO, реакция на движущийся объект. Контрагенты у меня иногда спрашивают, сколько это занимает по времени, я сейчас расскажу об этом. Это очень просто. Начну я с функциональных проб PZMR, CZMR и RDO. Примерно 2-3 минуты занимает обследование по каждой из этих проб. Ну, максимум 4 минуты. Это еще с учетом того, что человек должен внести свою фамилию, имя, отчество. Понятно, да, там возрасту указать, это все учитывается программой при расчете функционального состояния человека. Эти 3 пробы направлены на оценку функционального состояния человека, функционирования его центральной нервной системы, CNS. Хорошо. Значит, буквально 2-3 минуты. Это 2-3 минуты PZMR, 2-3 минуты PZMR, 2-3 минуты RDO, 2-3 минуты RDO. MMPI – это многое зависит от возраста человека, его способности работать с компьютером. Лично я, Бороздин Виктор Николаевич, прохожу MMPI где-то минут за 50. Причем это я так уже, зная, конечно, эту методику, зная, как работает то или иное утверждение в этом опроснике. Там нет вопросов, там есть только утверждение. Соответственно, я где-то за 50 минут прохожу. В среднем, если человек так на расслабоне, так скажем, спокойно сидит за компьютером, это и занимает столько времени, минут 50, ну максимум час. Таким образом, ну будем говорить, пускай вот это все, вот эти функциональные пробы 10 минут, MMPI 50, ну или час пускай по максимуму возьмем, но это маловероятно. Бывает, что возрастные люди подольше проходят MMPI, там час 10, час 20 даже могут проходить. Ну то есть там надо прочитать, вдуматься в утверждение и каким-то образом ответить, верно или неверно. Ни в коем случае нельзя думать в этот момент, да или нет, надо думать именно верно или неверно. Одним словом, где-то около 50 минут часу занимает MMPI и где-то, ну пускай округленные, 10 минут занимают эти функциональные пробы. Итого мы получаем час 10, занимает прохождение психологического обследования. Согласитесь, это не очень много. Вот такой ответ задают вопросы, сколько и сколько, вот отвечаю. На этом все, благодарю вас за внимание и удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok